Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова. Сегодня прекрасное настроение, впрочем, как и всегда. Немножко только что почистила магазины. И знаете, очень нравится. Нравится возвращаться в какое-то состояние изобилия, потому что сейчас я прекрасно понимаю, что действительно все дело в твоем состоянии. И тогда, когда ты сам начинаешь схлопывать свои желания, когда ты начинаешь придумывать в своей голове и, в общем-то, включаться в мир, в реальный мир, в котором все сложно, в котором много проблем, в котором много платежей, в котором много всего, действительно ты думаешь об этом и притягиваешь это. К счастью, я каким-то, я не знаю, таким, знаете, своим, наверное, энергетическим мощным полем в течение нескольких месяцев в корне изменила подход к своей жизни, вернувшись в ту жизнь, которую я всегда любила, люблю и теперь точно знаю, что буду любить до конца. И сегодня я хочу продолжить с вами говорить на темы, которые сегодня больше всего зажигают, волнуют и вообще принцип которых я сегодня исповедую. Сегодня мы будем говорить о работе нашего мозга, о том, каким образом конкретно мы можем влиять на свою реальность. И сегодня я хочу акцентировать внимание непосредственно на одной такой серьезной штуке. Значит, у нас с вами есть, мы, вернее, точнее, мы с вами живем одновременно в двух мирах, в нашем внутреннем мире и внешнем. Будем с вами повторять. Внутренний наш мир – это мир наших мыслей и реакций на определенные ситуации. Все, что касается чувств, эмоций, состояния счастья или несчастья – это наш внутренний мир. Потому что мы, например, можем с вами сидеть в роскошной квартире, машине, у нас все есть, но чувствовать себя при этом глубоко несчастными людьми. И поэтому это наш внутренний мир. Наш внешний мир – это мир ситуаций и обстоятельств, которые с нами происходят. Хорошее, плохое, то, где мы живем, то, с кем мы встречаемся, то, на чем мы ездим – это наш внешний мир. И эти два мира между собой плотно связаны. Я вам уже об этом говорила, потому что мы с вами все время реагируем на то, что происходит в нашем внешнем мире. И внутренний мир отображает счастливы, мы несчастливы и так далее. Два мира плотно связаны, потому что, исходя из того, что творится в нашем внешнем мире, создается наша реальность. Это очень просто, но не всем понятно. Люди вообще считают, что на них всегда, на их состояние и на их настроение влияет внешняя реальность. То есть, если вы с кем-то поругались, у вас, например, испортилось настроение, что-то вы увидели, вам не понравилось, вы на кого-то разозлились, вы прочитали какой-то пост, посмотрели видео или посмотрели новости, и вы как-то на это отреагировали. И вот так, в принципе, нас учили жить и реагировать. У нас именно так построены программы, что мы реагируем на наш внешний мир и из-за этого что-то чувствуем. Но, оказывается, все на самом деле обстоит совершенно иначе. И, как мы с вами уже знаем, существует закон притяжения, который, в принципе, у нас везде, да, он как бы, это закон вселенной, все действует по этому закону и наши с вами мысли в том числе. И получается, что в зависимости от того, каким образом мы реагируем, что мы чувствуем, о чем мы думаем, мы это в свою жизнь и притягиваем. Так, я в какой-то лабиринт попала с машинами, друзья. Сейчас мы попробуем его разрулить. Мужчины за рулем, которые не могут пережить женщину. За рулем Порше. Так, продолжим с вами эту историю. Соответственно, получается как, что в зависимости от того, что мы чувствуем, если мы с вами находимся в какой-то негативной истории, у нас только что испортилось настроение, что-то произошло, или мы, в принципе, что называется, встали не с той ноги, это чревато тем, что мы притянем ситуации и обстоятельства с помощью своих мыслей и их вибрационных движений, мы притянем в свою жизнь негатив. И что из этого следует? А следует из этого очень простая вещь, которую я хочу, чтобы вы услышали. Мы привыкли с вами, нас так научили, что для того, чтобы наш мир изменился, ну вот какие-то ситуации, обстоятельства менялись, мы должны также с вами создавать какие-то ситуации и обстоятельства в жизни. То есть мы должны идти, там, решать какие-то ситуации, мы должны там как-то себя вести как лидеры, мы должны пробивать, открывать все двери, сражаться, придумывать. И вроде бы это все правильно, но я уже неоднократно вам говорила о том, что вспомните, как часто вы так действовали, очень активные были и при этом ничего не получали. А не получали зачастую почему? Почему? Вы действуете активно, у вас не получается, и это тут же отображается на вашем внутреннем мире. И вы говорите, ну что же за суки такие? Я, блин, пытался, чем больше я пытаюсь им понравиться, тем больше они меня. Ну ничего, я добьюсь, я все равно их достану. И вы снова идете этим усилием, набираетесь, и у вас снова неудача. И вот таким образом, сделав несколько таких попыток и рывков, вы разочаровываетесь, опускаете руки и понимаете, что что-то в этом мире не так. Так вот, как раз история, которую проповедую я, которая, как это сказать, подчиняется силам разума, законам силы разума, говорит о том, что мы для того, чтобы изменить свой внешний мир, мы должны изменить свои мысли. А по сути это означает, что для того, чтобы мы с вами могли управлять тем, что нам нужно в внешнем мире, уже у меня к вечеру, сори, путается голова, нам необходимо просто устанавливать и записывать в свою голову правильные программы. Сегодня для того, чтобы достичь тех целей, которые я ставлю, я перестала что-либо делать в реальности, я перестала кому-то предлагать, писать, навязываться, я создаю вибрационные свои потоки, безусловно, у меня есть реклама, у меня есть какие-то, да, там, мои посылы в виде таких видео, как я записываю, в виде моего коннекта, там, в инстаграме, где-нибудь еще, но все люди притягиваются ко мне не потому, что у меня нет ни отдела продаж, никаких сотрудников, никаких пиар-менеджеров, никого такого, кто бы активно влиял, ну, например, на сегодняшний день, мои продажи значительно больше, чем тогда, когда у меня был штат сотрудников и прочие-прочие люди, которые, как бы, прилично работали и фигачили, и это касается не только продаж, это касается ситуации, например, я хочу выступить на конференции, к примеру, и я начинаю звонить, ну, или кто-то там от меня начинает звонить организаторам и говорить, вот посмотрите, есть такая прекрасная Оля Ермилова, она хочет выступить, она прекрасно выступает, в этот момент происходит очень интересная вещь, люди говорят, да, хорошо, спасибо, да, когда-нибудь, да, может, денег заплатите, люди морозятся, но тогда, когда я начинаю программировать свой мозг и визуализировать какие-то определенные картины и работать со своим подсознанием, мне начинают сами звонить организаторы, они где-то либо мы сталкиваемся, встречаемся, знакомимся, и меня приглашают куда-то выступать. Таким образом наши мысли начинают притягивать, на этих вибрациях начинают притягивать ситуации, обстоятельства, которые необходимы мне для достижения программируемой мной цели. Вот так устроен наш мозг. И на сегодняшний день все мои цели, которые я себе ставлю, я больше не связываю с внешней реальностью, я не думаю больше о том, что я буду делать во внешней реальности, потому что мой мозг, мало того, что притягивает, у него включается классная интуиция, у него включается шестое чувство, у него развивается такая творческая составляющая, особенно во время медитации, когда мы находимся на альфа-уровне, и наша чистота наших мыслей замедляется. Так вот, начинают приходить какие-то, знаете, крутые идеи. Вот сегодня буквально ночью я проснулась, и ко мне пришла классная идея, я ее тут же записала, вот сейчас мы ее реализовываем, Сергей. Потому что ваш мозг, он от всего вот этого хаоса и постоянного бесконечного решения проблем и напряга, он имеет возможность высвободить свое творческое. Я понимаю, что не всем ясно, понимаю, что сложно, поэтому как раз вот в рерайтере жизни, а я, безусловно, буду вам о нем все время говорить, и пора к этому привыкнуть, на нашем марафоне «Рерайтер жизни», где мы пишем изначально книгу своей жизни и описываем новую модель своей жизни, я в течение 30 дней даю очень много теорий, но по маленьким порциям, и как бы не обобщая все и сразу, как часто в этих видео происходит, а весьма узкими маленькими темами, и для того, чтобы вам стало понятно, как это работает, что это вообще все такое, и чтобы вы могли порционно это использовать в своей жизни. И это офигенно работает. И только представьте, я понимаю, что в это сложно поверить, особенно людям, которые не практиковали, но представьте себе, что вы действительно, по факту, не особо состыковываясь с внешним миром, можете с помощью своих специальных упражнений и перепрограммированию своего мозга, а мы ведь все время с вами запрограммированы, вы включаете телевизор, вас программируют ваши родственники, ваш программирует ваш муж, который говорит, что все это херня, и в жизни ничего нельзя добиться, и вообще не слушая этих телок, которые ездят за рулем Порш, он тоже вас программирует, нас все программируют. По факту все установки, которые нам постоянно повторяют, это и есть программы. Так вот, когда мы перепрограммируем себя, когда мы осознанно начинаем слушать, что нам говорят, и понимаем, что нет, это не подходит, это как осознанно начинать разбираться в том, что вы едите, и вы понимаете, что я не хочу есть, вы посмотрели на упаковку, а там сахар, 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 вы говорите, я не хочу это есть, я не буду, я хочу съесть что-то другое, вот это осознанность. И когда вы начинаете понимать, какие программы вам все время устанавливают, вы говорите, да нифига, я не хочу все время устанавливать программу на бедность, я не хочу все время говорить о проблемах, потому что я теперь понимаю, что как фонариком, в какую сторону я свечу, это я и притягиваю. Поэтому представьте себе, что вы можете установить себе такую программу и на внешний ваш мир влиять через ваши мысли. Я сейчас занимаюсь только этим. Для меня, вообще как для человека, сейчас будет для кого-то сюрприз, но как для человека, который не очень любит коммуникации с внешним миром, то есть я достаточно закрытый человек, и мне нужно время для того, чтобы раскрыться с людьми и понять, подпускать их к себе или нет. И для меня это вообще идеальная история, когда люди сами ко мне притягиваются и инициируют наше общение, какие-то коммуникации, нежели чем мне самой кому-то предлагаться, хотя я сделала над собой такое сверхусилие, сейчас это для меня не составляет труда, но по природе своей я этого не люблю. Поэтому для меня это вообще идеально, потому что очень часто, когда я делаю какие-то практики, внезапно, ну как бы условно, внезапно вдруг мне кто-то пишет в соцсетях, или кто-то меня с кем-то знакомит, или каким-то образом складывается ситуация, что мне предлагают именно то, что я хочу, что мне необходимо было, о чем я думала. Вот это очень крутая штука. Поэтому подумайте над тем, что в вашем арсенале это не суперинструмент, это естественный инструмент каждого человека, просто, ну, называется, не принято об этом говорить и как бы не принято это развивать. Вы можете в себе это развить. И это, понятно, что ваше убеждение может быть, что это бред, а может быть, что это не бред. Но, как я вам уже говорила, перед тем, как какое-то убеждение выдвигать, задавайте себе вопрос, это для меня выгодное убеждение или нет. Потому что любое убеждение, оно априори правильное, верное, потому что вы в него верите. Но просто задавайте себе вопрос, если для вас выгодно думать, что ничего нельзя исправить, и все это бред, и жизнь это сложная штука, то продолжайте как бы в это верить, ну, это ваш выбор. Но если вы понимаете, что это для вас не самое выгодное убеждение, и оно вам ничего хорошего не даст, то попробуйте подумать о том, а что будет, если я его, например, решу поменять. И, возможно, вам это понравится больше. Поэтому выбирайте. Если вы хотите научиться таким образом жить, если вы хотите научиться с помощью своего же разума программировать себя и делать так, чтобы ваша реальность подчинялась тем мыслям, которые есть в вашей голове, супер. Я буду очень рада, если вы придете на Рерайтер Жизни, вы можете начать самостоятельно, почитав книги и Трансерфинг Реальности, и Алана Пиза, и вы можете почитать Джона Кеха, вы можете почитать Джо Диспенза. И я думаю, что вы можете много книг на эту тему почитать и посмотреть фильм «Секрет». Супер. Но самое ключевое – это не просто услышать это и сказать «я это знаю», я так тоже много лет говорила, а начать с этим практиковать, действовать и делать это системно какой-то период времени, хотя бы в течение 3-4 месяцев, пока вы не привыкнете. Это сделать самостоятельно сложно. У нас с 1-го числа стартует очередной поток Рерайтера. Сейчас, когда это видео выйдет, у нас продается пробная версия за 100 гривен, где вы можете побыть в программе 4 дня, вы можете посмотреть много достаточно видео, вы можете написать 2 главы своей книги, побыть в атмосфере обстановки и посмотреть, как это происходит. Стоимость как бы смешная для этого, но я правда искренне вам рекомендую попробовать это сделать, потому что это офигенно. И я точно знаю, что вы все придете, потому что я притягиваю вас, друзья, я каждый день делаю практики для того, чтобы как можно больше людей осознало, насколько прекрасен и великолепен этот мир, и насколько безграничны наши возможности, и нам ничего для этого не нужно делать, кроме как поверить и начать делать ментальные практики для своего мозга. Нам не нужны для этого ни суперродители, нам не нужны для этого ни мужья, ни люди, в которые нас верят, нам ничего не нужно, ни денег, ни специальное оборудование, у нас все есть. Я хочу, чтобы вы меня услышали, и буду стараться говорить об этом как можно больше. Под этим видео есть ссылочка, если вам нравится видео, ставьте лайки, спасибо вам всем за классные комментарии, хорошего дня!